Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, это «Спортивный интерес» Программа о харьковском спорте во всех его проявлениях Сегодня в программе Футбол, металист обыгрывает Таврию Дзюдо, хоккей и баскетбол Обзор событий недели Шахматы, седьмая Фемида назвала имена победителей Водное поло, день рождения Виктора Жихарева Спонсор показу Инвеститина, группа D.A.D Перед матчем 18-го тура футбольной премьер-лиги игрок Таврий Желько Любенович сказал, что металист на сегодня показывает самый симпатичный в Украине футбол Этот комплимент можно вернуть симферопольцам Семену Альтману удалось создать интересный коллектив Который звезд с неба не хватает Но при случае может упасть метеоритом на любого соперника В матче против Таврии Харьковчане не могли рассчитывать на дисквалифицированных Фининьо и Кристиана Вильягру Тем не менее, линия защиты выглядела более чем внушительно Марка Тарсибери и Папа Гуи в центре Сергей Пшеничных и Милан Абрадович – крайки У гостей со старта вышли лидеры Максим Калиниченко и Сергей Назаренко В общем, обе стороны были готовы к настоящему бою Получилась неплохая игра с обеих сторон Она, наверное, бы была еще лучше Если бы рефери не мешал играть в футбол А то иногда становится стыдно за футбол И я думаю, что металлист такого класса Команда, которая не нуждается в таком судействе Это Семен Иосифович о моменте на 14-й минуте Когда арбитр заметил толчок Джамеу Алими В спину Джонатана Кристальда К слову, спустя несколько минут Гости просили пенальти за столкновение В котором пострадал Калиниченко Судья не дал Максим за это не в обиде Наверное, спорные моменты были Трактовались они судья Я далек от того, чтобы критиковать кого-то Судил так, как судил Я далек от того, что он был предвзят Просто были какие-то ошибки И пенальти, и удаление Они всегда накладывают отпечаток на игру Но сказать, что испортил что-то Мне кажется, игра удалась А пенальти реализовал Марко Девич Позже ему пришлось проявить себя В качестве миротворца Эмоции зашкаливали Было много стыков И Марко на правах игрока сборной Мирил спорщиков Там было, было, это нормально Такие игроки, такой характер у них И это, скажем так, нормально Там конфликт был Хотел просто успокоить Чтобы дальше продолжали играть Не зацикливаться на этом конфликте Потом я тебе верну Потом ты мне Чтобы больше играли в футбол Чтобы не делали Скажем так, и себе, и команде И себе, и команде Плохие вещи В дебюте второго тайма Папа оставил в своих меньшинстве Получив вторую желтую карточку После вылечения Команда Начала играть в свою игру Напевно, нам требует Десятьок начинать Но Доброе, что так все закончилось Эдмар в частности забил Эдмар забил первый гол Своей бывшей команде В компенсированное время Отметил это дело Понятной всем пантомимой Это просто моя жена беременна Как я до игры говорил Что я еще не забил Таврия Ну, конечно, радости Потому что это Первый гол против своей бывшей команды Но, конечно, к сожалению Надо, футбол это так Надо забывать Из остальных результатов тура Отметим Галлипат в матче Металлург-Таврия Разгром Карпат-Шахтером И первую за 8 лет Победу Днепра в Луцке В таблице первые три команды Прошли тур без потерь Днепр тоже пока четвертый А Кривбас и Арсенал Поменялись местами В Еврокубковой зоне В следующем туре Металист принимает Волынь Интересно посмотреть на Шахтер против Арсенала Ворску с Карпатами И Динамо с Металлургом В Чернигове завершился Кубок Украины По вольной борьбе Харьковчане на нем Отметились двумя наградами У мужчин весовой категории До 120 килограммов Бронзовую медаль Получил Тигран Захарян У женщин весовой категории До 55 килограммов На третью ступень педестала Поднялась Мария Куриленко Далее краткий обзор Других событий недели Во дворце спорта юбилейный Завершился шестой международный Турнир по дзюдо Среди юношей и девушек Золотая осень Первыми на татаме Вышла самая многочисленная Категория участников Тех, кто не старше 12 лет Здесь у Харькова два золота В категории до 38 килограммов Победил Руслан Наугольный Весит до 60 кило Александр Михеев В девичьей категории До 44 килограммов Первенствовала Аделина Гончарова Среди старших юношей Высокий класс Подтвердил динамовец Сергей Кривчач Он стал победителем В весовой категории До 73 килограммов Среди тех, кому нет 60 Первое место завоевал Дмитрий Визгущин У харьковских девушек Самый высокий результат Принадлежит Диане Шестериковой Второе место в весе До 40 килограммов В очередном туре Чемпионата профессиональной Хоккейной лиги Харьковские акулы Играли в броварах Против тамошнего белого барса В заключительном игровом отрезке Подопечные Дмитрия Якушина Совершили хоккейное чудо Догнали и перегнали Точные броски Дениса Петрухно И Романа Кривды Обеспечили акулам победу Со счетом 5-4 После этого матча Харьковчане в таблице шестые Но отставание от компаньона Всего два очка При том, что есть игра в запасе Вверху традиционно Сокол, Донбасс и Беркут В шестом спаренном туре Высшей баскетбольной лиги Украины Харьковский авантаж Политехник играл в Тернополе Против местного экономического университета В обоих встречах Гости праздновали победу Сначала с разницей в 20 очков 88-68 А затем команда Валентина Кулебабы Просто смела хозяев спаркета 115-57 В табеле о рангах политехники Поднялись на второе место Они идут сразу за Волынь баскетом В группе Б первой женской баскетбольной лиги Харьковчанки из команды ХАИТ Техекс ГАЗ Играли в Хмельницком Против одноименного коллектива Обе встречи остались За подопечными Элеоноры Чек 69-49 и 55-46 С 10 очками ХАИТ Техекс ГАЗ Вышел на второе место Первые в Винницкие молнии У них 12 пунктов Спонсор Показу Инвеститина Группа ДИЭЙДИ Во дворце студентов Юридической академии Завершился традиционный Седьмой по счету Шахматный турнир Фемида На нем мужчины Могли выполнить норму Международного гроссмейстера Женщины Международного мастера По окончании турнира Организаторы отметили Что главным действующим лицом Стала самая юная Участница Фемиды Мария Бескаравайная Не попала в число призеров турнира Но именно ее выступление Оставило самый яркий след В памяти участников Имея предпоследний рейтинг Ученица восьмого класса Выполнила норматив Международного мастера Набрав 6 очков Еще две такие таблицы И норматив будет закрыт Знатоки шахмат Просят спортивных чиновников Обратить на девочку Особое внимание Дескать, это будущее Украинских женских шахмат В течение полутора лет Которые за ней наблюдают Начиная с детских турниров Украины Сделала очень большой шаг вперед Сейчас, в частности Она выполнила норму Международного мастера Набрав 6 очков У женщины токовая таблица Разделилась на две части Лидеры набрали гораздо больше очков Чем аутсайдеры Третье место заняла Харьковчанка, представляющая Армению Сирануш Адриасян У нее 6,5 очков На полбала больше У Алины была Янусь Петербурга Которая в последних шести встречах Взяла 6 очков Судьба первого места Решалась заключительный игровой день Лидировавшая весь турнир Харьковчанка Ирина Андренко Обыграла Мариану Калинину Из Тернополя Набрала 7,5 очков И стала победительницей Сейчас тяжелая была партия То есть у меня даже Может было где-то похуже В этой партии Но суперница ошиблась Поэтому повезло Можно сказать так Поэтому Тут не особо было все так предсказуемо В мужских соревнованиях Педестал почет Оказался полностью харьковским Долгое время в турнире Единолично лидировал Валерий Авискулов Однако перед последним туром Его смог догнать Именитый Михаил Бродский Который на финише Одержал три победы к ряду Между собой Земляки сыграли в ничью В заключительном туре Бродскому хватило ничьей С киевлянином Андреем Бориспольцем Поскольку Авискулов Проиграл турку Мустафею Елмазу Так у Бродского В итоге 6 очков У Авискулова 5,5 Столько же оказалось И у Владимира Нищука Сделавшего спурт На финише турнира По дополнительным показателям Он и занял второе место Абсолютная неожиданность Потому что Кроме того Что я самый старший Участник турнира Я еще и совмещал Организаторские заботы С непосредственной игрой Поэтому Для меня это сюрприз 75-й день рождения Легендарного Харьковского Ватерпольного игрока Затем и тренера Виктора Жихарева Такое событие Надо отметить Даже если сам виновник Торжества Находится в Израиле Но в Харькове Остались его друзья И ученики В честь Виктора Васильевича Они устроили Настоящее Ватерпольное шоу Сейчас в бассейне Спортклуба Политехник Тренируются и выступают Ученики учеников Виктора Жихарева Весь тренерский цвет Харьковского водного пола Воспитанники Виктора Васильевича Но лучшие Точнее всего Скажут о нем Только соратники По тренерскому цеху Которые помнят Славные давние времена Виктор Васильевич Великий тренер Великий потому что Он в нашем Харькове Тогда еще На заре развития Он сумел Сплотить команду Сделать команду В Советском Союзе В то время Победитель Призером Кубка СССР Третье место Они заняли И завоевали Мастеров многие Спортсмены Выполненные нормативы Мастеров спорта Виктор Васильевич Большой организатор Еще и женского плавания Последние годы Он возглавлял В Харькове И в Украине Сборную команду Харьковской области И сборную команду Украины Которая завоевывала В Украине И на постсоветском пространстве Призовые места Первую половину Праздничного матча В Белых Шапочках Провели действующие Чемпионы И обладатели Кубка Украины Ватерполисты БМК Им противостояла Сборная юниоров В Харьковской области Под руководством Александра Надеждина У ребят сезон Закончился В чемпионате страны Они заняли второе место В первом периоде Старшие товарищи Выиграли скромно 2-0 Зато во втором Преподали юным коллегам Настоящий урок Водного пола 6-2 после половины игры Несмотря на товарищеский Статус матча Разбор полетов У юниоров Получился взрослым Радует то, что Юниоры Это уже резерв Резерв команды Взрослых Уже игроки Которые играют В юниорах Уже играют В команде взрослых И в команде БМК Сейчас будут играть И в команде ХПИ То есть Все это идет В основном Подготавливает Этих игроков Почему? Потому что В следующем году У нас чемпионат Европы Во второй половине матча Подопечные Юрия Безвесильного Разделились на две команды Причем обе усилили Представительницы Женской команды Харьковчанка У 11-ти кратных Чемпионок Украины Сезон только начинается И такое соперничество На руку подготовки Воспитанницы Николая Слюсаренко Подчас не уступали В силовой борьбе мужчинам А иногда умудрялись И переигрывать их В итоге матч закончился Со счетом 12-6 В пользу белых Но главным результатом Этого необычного матча Стали аплодисменты Харьковских фатерполистов Великому игроку и тренеру В день его рождения На полях Детско-юношеской академии Металист завершился Осенний любительский Мини-футбольный турнир Металист Лиги Он собрал рекордное Для подобного рода соревнований Количество команд 154 Конкуренция всегда Залог качества И решающие поединки Подтвердили это сполна В финале высшей лиги Сошлись Нанопротек и Эрстил В первом тайме Полосатые обеспечили себе Хороший голевой задел После точных ударов Виталия Одегова И Игоря Калмыкова Зато после перерыва Игорь Быканов И Юрий Ващенко Восстановили паритет в счете Одинаковые цифры на табло Продержались до последней минуты Когда Нанопротек Заработал шестой фол И Владимир Прищепа Реализовал дабл пенальти 3-2 в пользу Эрстил Первую лигу выиграла команда НВУ Под чутким руководством Дмитрия Беспорочного В финале против МРИИ-94 Серые забили в каждом тайме по голу Их авторы Максим Швайко И Руслан Стародуб Свои ворота Владислав Подгорный Не пропускал Торжественное награждение Победителей и призеров Осенней Металист Лиги Состоялось в традиционно Неофициальной обстановке Ночного клуба И с участием игроков-металиста Честно порадовало Очень приятно Что так много команд Что много игроков Что народ так любит футбол И честно интересно стало И очень-очень рад к этому Я не знал, что так много команд Участвует 154 команды И больше 2000 футболистов Это прежде всего радует Много спортсменов здесь Так что я всегда рад И всегда рад Прийти в такое мероприятие И поучаствовать Спонсор показу Инвеститина Группа ДИЭЙДИ В завершении программы Напоминаем, что смотреть нас можно В это же время на этом канале Каждую среду С повторами в четверг днем И пятницу утром Видео также доступно На сайте медиагруппы Объектив На этом все Спасибо, что смотрели нас Спортивного вам здоровья А все остальное приложится Субтитры сделал DimaTorzok